Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Что ж, середина ноября и моя теплица уже тоже очищена от растений. В сезон сбора овощей в защищённом грунте завершён. Томаты, огурцы, всё, всё, перцы я показывал, поздние сборы, всё закончено. Ну и, конечно, в этих условиях никаким образом невозможно применить вот этот метод, метод сидерации, применение сидератов в теплице для улучшения плодородия почвы. Что же делать? И это, конечно, один из важных вопросов, которые возникают в этот период. Ну, в основном он возникает, конечно, у новичков, у огородников, потому что буквально с каждого утюга звучит «Ой-ой-ой, ай-ай-ай, надо посеять сидераты». Сидераты – залог здоровья почвы. И это, конечно, всё правильно. Но означает ли то, что вы не посеяли сидераты, не можете провести сидерацию в вашей теплице или на вашем участке, означает ли, что всё пропало? Ну, на самом деле, несмотря на то, что сидераты – это действительно очень хороший способ поддержания плодородия почвы, но он не единственный, и он не панацея, и он, конечно, не является таким 100% обязательным или гарантирующим успех вашей деятельности по выращиванию урожая. Что же буду делать я в своей теплице в связи с тем, что посев сидератов у меня уже по срокам невозможно? Обогатить почву органическим веществом помогают не только сидераты. Существует достаточно много разных способов и методов для поддержания и улучшения плодородия почвы. Ну, в первую очередь, стоит сказать о таких вот препаратах, которые содержат гуминовые вещества. Ну, вот, например, такой «Тандем» или «Биодженик», или «Тандем». Эти препараты, являясь сверхконцентрированными, позволяют вам очень экономно, очень-то с маленьким расходом, обогатить вашу почву путём приготовления раствора буквально хватает. Ну, если у вас почва совсем истощена, то 100 мл на 10 литров, и легонечко пролить или опрыскать поверхность почвы в вашей теплице. Ну, есть и методы совсем бесплатные, совершенно элементарные. Вот, например, сейчас сезон тыквы, и вот такие вот шапочки тыквы получаются. Я просто беру эти шапочки тыквы, не выбрасываю, а просто беру и раскладываю вот так вот, беру и раскладываю на поверхность почвы. Несмотря на то, что здесь холодно, микробные процессы в почве всё равно идут, происходят, и к весне от этой тыквы здесь почти ничего не останется. Чуть потеплеет, теплица разогреется, как сюда тут же приползут дождевые червячки, и будут тоже очень хорошо селиться под этой тыквой, подъедая эту мякоть, уже такую полуразложившуюся микробиками. И это очень такая любимая пища для этих наших полезных почвенных обитателей. Закапывание различных кухонных отходов в теплицу, прочей органики, компостов, всё это является теми же самыми методами обогащения почвы органическим веществом. Поэтому не стоит делать никакой трагедии из того, что седрация у вас не получилась по срокам, седраты там не вышли как следует, или там поздно посеяли, они не выросли как следует. Это всё не страшно. Хотя седрация приём очень полезный, но не является 100% обязательным. Море советов, море рекомендаций по тому, как обогатить почву веществами, органическими веществами, для того, чтобы она не истощалась и была благоприятной для получения больших урожаев. В конечном счёте, быструю седрацию можно будет сделать с помощью горчицы в следующем году, уже по ранневесеннему времени, и вполне вот этот вот седральный приём может быть реализован и по весне тоже. Ну а сейчас тащите всю органику, тащите её в теплицу, закапывайте в теплицу, раскладывайте по поверхности, и будет всё очень и очень хорошо. На этом я прощаюсь с вами, до самой скорой встречи.